МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Акилбупсер! Разгадать это необычное название можно, прочитав его задом наперёд. О детских новостях нашей республики вам готовы рассказать Дарья Герасимова и Илья Фёдоров. Сегодня весь наш выпуск посвящён Дню Знаний. И начнём мы с интересного опроса. Давайте выясним, соскучились ли ребята по школе. Ну, я школу не хочу, потому что если я буду ходить в школу, у меня будет мало свободного времени. А летом свободного времени можно много всего наделать. Поэтому я считаю, что мне нужен ещё четвёртый месяц лета. Да, я соскучилась по школе. Мне скорее хочется увидеть своих друзей. И также узнать для себя что-нибудь нового в школе. Ну и уже надоело отдыхать. Столько отдыхаешь, отдыхаешь. А учиться надо. Да, я очень соскучился по школе. Мне очень хочется увидеть своих школьных друзей. И в четвёртом классе у нас появится много новых уроков. Например, НТМ. К тому же в четвёртом классе из Москвы к нам приехал новенький мальчик. Максим. Я не соскучилась по школе. Потому что когда учишься, очень мало времени. А когда отдыхаешь, очень много свободного времени. Много всего интересного. Да, я соскучилась по школе. Потому что мы уже очень много отдыхали. Уже скучно дома сидеть. А гулять тоже уже скучно. Хочется чего-то нового узнать. Да, я очень хочу. Потому что я буду ведущей. Мне очень... Мне немножко страшненько так. И вообще я люблю школу. Потому что там друзья, там знания. Там всё вот это вот. Я хочу увидеть своих одноклассников. Наконец-то учиться. Ну, учиться хочется. Быстрее. А когда ты соскучился? Я соскучился по одноклассникам. И там столовый вкус нам готовят. Да, вообще столовый очень вкусно. Сосиски. Скортошки. Ну, как бы я соскучился очень, когда даже началось лето. Ну, так вот. Один день прошел, но первый день лета. Меня сразу скучно стало. Я соскучился по оценкам. Я хорошо учусь. Первый раз, первый класс. Сегодня в Чебоксарские школы отправились 5626 мальчишек и девчонок. Это больше, чем в прошлом году, когда мы с тобой стали учениками. Ребята-первоклассники, вы, главное, не волнуйтесь. Все будет хорошо. В школе вы найдете друзей. Каждый день будете узнавать что-то новое. И каникулы у малышей есть дополнительные. В третьей четверти. Это очень приятно. А еще в школах проходят интересные праздники. На одном из них вы уже сегодня побывали. Учебный год всегда начинается с торжественной линейки. Что такое первое сентября? Это пышные букеты, белые банты, счастливые улыбки, неумолкаемые разговоры. Ведь всем так не терпится рассказать о летних приключениях школьным друзьям. Но немного внимания. Друзья, впереди торжественная часть. Во второй гимназии День знаний начался с исполнения сразу трех гимнов. Российского, Чувашского и своего школьного. Я сегодня пришел в школу на линейку. Самый первый, потому что я очень ждал этот праздник. И сегодня на линейке я буду выступать. В первый класс я готовилась, и мне помогала моя старшая сестра. А в четвертый класс я уже готовилась самостоятельно. Мне кажется, абсолютно все люди помнят свой самый первый день знаний. Как мама и папа наряжали их в школу, как встретил их первый учитель. Кому-то даже повезло выступить 1 сентября перед всей школой, как этим первоклассникам. И сегодня, в этот день, самый радостный, веселый. Мы приветствуем всех вас. Говорим, здравствуй, школа! Все ребята любят сюрпризы. Кто бы мог подумать, что на официальной линейке появятся фиксики. Ну, ребята, пришли к вам, чтобы вас поздравить с самым замечательным праздником с днем знаний. И хотим пожелать интересной и увлекательной дороги к знамям. Крепкого здоровья и надежных верных друзей. Симка и Нолик провели для учеников, учителей и родителей зарядку. Веселые упражнения помогли взбодриться соням, которые привыкли поздно просыпаться во время каникул. Я думаю, фиксиков можно назвать знаменитостями. Получилось, что у второй гимназии прошла зарядка со звездами. Ребята, а какие гости были на празднике в вашей школе? Но вернемся к официальной части. Настало время первого звонка. Его всегда дают лучшие ученики школы. Вика и Владислав пригласили ребят на первый урок. Сегодня мальчишки и девчонки снова попали в увлекательный мир знаний. Соня Антонова, Мария Шоклева, Евгений Анисимов, Акеллбупсер. Портфели, уроки, домашние задания. Мы не вспоминали эти слова целых три месяца. Но с сегодняшнего дня все изменится. Снова надо будет ставить будильник на 7.30 утра. Стоп! Почему на 7.30? Я ставил 6.30, чтобы успеть собраться в школу. Так рано? Лучше подольше поспать. А потом пулей вылетать на уроки? Нет, надо иметь запас времени. Давай не будем спорить. Лучше попросим выяснить нашего корреспондента, Лену Егорову, сколько времени необходимо на сборы в школу. Давай! Как-то раз я решила выяснить, сколько времени моя мама собирается на работу. Выяснилось, что она только 40 минут причесывается и красится. Вот интересно, а сколько времени потрачу я на сборы в школу? Так, засекаем время и ложимся в кровать. Проведем эксперимент два раза. Сначала я не буду никуда торопиться. Понежусь в кровати. Как и полагается, сделаю зарядку. Потом, не спеша, заправлю кровать, умоюсь и пойду завтракать. Я даже чай налью самостоятельно. Теперь надо почистить зубы, и можно одеваться. Три минуты уходят на сборы портфеля. Надеваем туфли. Вот и готово. Если никуда не спешить, то на сборы в школу уходит 40 минут. Не забудьте прибавить к этому времени минуты, которые уходят на дорогу в школу. Ну а теперь попробуем собраться быстрее. На этот раз действуем как солдаты. Одеваемся быстро, а зарядку переносим на урок физкультуры. Сложные косички можно заменить на простой хвост. А портфель собрать с вечера. Блин, завтрак готов. Отлично! Даже если вы торопитесь, завтрак и чистку зубов отменять не стоит. Лично я, когда вырасту, не хочу иметь больной желудок и зубы. В этот раз на подготовку к школе ушло 15 минут. Разница большая. Сколько времени тратить на сборы в школу? 40 или 15 минут? Решать только вам. Но в одном я уверена точно, что стоит прислушаться к мнению психолога. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошей учебы! Вот и наступило 1 сентября. А чтобы учение было в радость, а не в тягость, запомните несколько советов. Готовиться к новому дню лучше с вечера. Проверить, собран ли портфель, сделаны ли уроки, наглажены ли одежда и повешены на плечики, чтобы утром не суетиться и ничего не забыть. И тогда утро наступившее не будет казаться свалившимся на голову. Начинать день лучше с будильника. Пусть он будет заведен на 5 минут до того, как придет будить вас мама. И тогда даже совенок успеет продрать глаза. Утро школьника должно быть последовательно. Встал, заправил кровать, умылся, позавтракал и оделся. А вот телевизор включать ни к чему. Этот прибор просто пожирает время. За завтраком лучше обсудить предстоящий день. И тогда утро будет радостным. А еще можно добавить несколько радостных мелочей. Ведь всем ребятам на свете будет приятно с утра получить от мамочки записки. Например, «Вставай, Соня, на кухне тебя ожидают твои любимые блинчики». Главное, чтобы утро было радостным. Тогда и вставать будет легче, и учиться интереснее. А сейчас нас ждет путешествие в прошлое. Мы отправимся к динозаврам? Нет, что ты. Мы отправимся в культурно-выставочный центр «Радуга». Всех его посетителей ждет путешествие на урок в старинную школу. Так давай поскорее узнаем, какие книги читали наши предки, какими ручками писали и для чего стояли на горохе. Познавательная программа «Здравствуй, школа, здравствуй, музей» начинается со знакомства с картинами, на которых изображены старинные школы учителя и ученики. Раньше 1 сентября, День знаний, наступал вовсе не осенью, а 14 декабря. Вот сейчас на этой картине мы видим, как дети зимой едут первый раз в школу. Стать учениками раньше могли далеко не все желающие, ведь обучение было платным. Весь первый класс ребята изучали буквы. В славянской азбуке их было значительно больше 43, и каждая буква имела свое название. К примеру, букву «Ф» называли «ферд». Вот вы, ребята, одноклассники. А раньше такого слова не было. Говорили «однокашники». Как вы думаете, от какого слова? Каша. Молодцы. Вот здесь мы видим, раннее утро, как начался первый урок, и учитель ставит один горшочек каши для всех. Когда она варится на печке, готова, делается перерыв, обед. И все едят вот этот заветный горшочек каши. Поэтому назывались они однокашниками. Сейчас мы с вами будем писать по-старинному. Не шариковыми ручками, а перьями. Держите. Сейчас мы с вами попробуем заполнить дневник. И как вы думаете, с помощью чего будем писать перьями? Понятно? Да, чернилами. Вот они здесь хранятся. Записывая названия предметов, мы узнали, что математика и русский язык раньше называли грамматикой и арифметикой. Писать пером очень трудно. Я очень старалась. Но все равно вон как много клякс поставил. В страну меня бы наказали розгами. Розги – это такие прути, которыми пороли учеников. Думаю, это страшнее ремня. А еще в школе всегда был горох. Сцелену школьников за плохое поведение наказывали необычным способом. Их ставили на горох. Да, не очень приятно. Особенно если стоять так два часа. Можете, кстати, сами проверить. В культурно-выставничном центре «Радуга» всегда рад видеть школьников. Матвей Савинкин, Аня Иванова, Николай Яковлев. Акел Бупсер. Наш школьный выпуск новостей подошел к концу. Всегда смотрите программу Акел Бупсер на национальном телевидении «Чуваши» и в интернете. Обязательно сообщайте нам о своих новостях. Мы с удовольствием снимем сюжет о вашем школьном празднике, выставке и олимпиаде. Пусть новый учебный год приносит много интересных знаний и, конечно, пятерок. До свидания! Илюша, у тебя зуб качается? Качается? У меня тоже нижний качается. Нет. У меня есть ремень. У меня тоже есть ремень. Каждый получит своим ремнем. Три, два, один. Пусть новый учебный год приносит много интересных знаний и, конечно, пятерок. До свидания! До свидания! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин